В рамках рабочей поездки президент Республики Таджикистан, уважаемый Имамали Рахмон, в Леваканте посетил гидроэлектростанцию «Сарбан» и запустил гидроагрегат номер один этого важного энергетического объекта. Гидроагрегат номер один мощностью 38 мегаватт сдан в эксплуатацию после реконструкции и обновления. Гидроэлектростанция «Сарбан» с проектной мощностью 240 мегаватт является пятым крупным действующим энергетическим объектом на реке Вахш. Следует напомнить, что строительство гидроэлектростанции на основе станции «Шаршара» было начато еще в 1956 году, а ее первый агрегат был сдан в эксплуатацию в 1962 году. По причине длительного использования большая часть электромеханического гидромеханического оборудования и открытые распределительные приборы износились и устарели. На гидроэлектростанции в течение 60 лет, кроме реконструкции одного агрегата, больше не проводились никакие другие ремонтные работы. Производственная мощность составляла 160 мегаватт. С учетом этого, в 2013 году между правительством Республики Таджикистан и Азиатским банком развития было подписано грантовое соглашение на сумму 136 миллионов долларов для реализации проекта «Реконструкция гидроэлектростанции Сарпан». Цель реализации проекта – повышение производственного потенциала, обеспечение системной и эффективной работы станции, приведение ее в соответствие с современными техническими стандартами. На основе соглашения проект состоит из двух этапов. Первый этап предназначен для замены пяти агрегатов, двух трансформаторов, строительства нового здания управления и других работ, связанных с этим. Второй этап проекта охватывает реконструкцию открытых распределительных 220 на 110 киловольтных приборов. Реализация первого этапа проекта «Реконструкция гидроэлектростанции Сарпанк» мощностью 240 мегаватт компанией-подрядчикам «Синохайп» Китайской Народной Республики предусматривает завершение работы по реконструкции и модернизации гидроагрегатов 1, 2, 3, 5 и 6 насосных станций, системы сжатого воздуха электростанции, пожарных приборов, установку автотранспортных устройств АТ-2, АТ-3, строительство нового центрального здания управления электростанцией, ремонт здания машинного зала, восстановление всех подъемных кранов электростанции, строительные работы по водоснабжению, аварийно-смазочные работы, устройства центрального распределения, системы освещения электростанции, замену оборудования в механико-электрических цехах, другое вспомогательное устройство и оборудование, а также укрепление правого берега соединительного канала. На основе указаний и поручений лидера нации, уважаемого Эмумали Рахмона, в рамках проекта агрегаты, трансформаторы и другое новейшее электротехническое оборудование были завезены из Германии, Италии, Индии, Китая и Казахстана. В ходе ознакомления президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмумали Рахмон, дал высокую оценку качеству проделанной работы в направлении реконструкции и обновления гидроэлектростанции «Сарбант». В ходе беседы с работниками и специалистами глава государства, уважаемый Эмумали Рахмон, реализацию проекта реконструкция гидроэлектростанции «Сарбант» расценил как еще один устойчивый и реальный шаг в направлении достижения одной из стратегических целей правительства Республики Таджикистан обеспечения полной энергетической независимости страны. Подчеркну, что отныне, после полной реконструкции и обновления, станция в течение многих лет будет вырабатывать экологически чистую электроэнергию и служить дальнейшему развитию национальной экономики независимого Таджикистана. В соответствии с ЛОТ-1 проекта восстановления гидроэлектростанции «Сарбант» после реконструкции и обновления в ноябре 2018 года был запущен гидроагрегат номер 5 мощностью 49 мегаватт. В августе 2019 года гидроагрегат номер 6 мощностью 49 мегаватт. В ноябре 2020 года гидроагрегат номер 2 мощностью 39 мегаватт. В марте 2022 года гидроагрегат номер 3 мощностью 49 МВт и теперь гидроагрегат номер 1 мощностью 39 МВт. Напомним, что гидроагрегат номер 4 мощностью 45 МВт был полностью отремонтирован и реконструирован еще в 2019 году. В соответствии с ЛОТ-2 проекта, открытым акционерным обществом Барки Тоджик и подрядной компанией-консорциумом Генце-Жи Турецкой Республики, был подписан договор о восстановлении 220 и 110 кВт электрических подстанций. Работы в этом направлении полностью выполнены, в том числе восстановление открытых распределительных аппаратов 220 кВт и 110 на 35 на 6 кВт с учетом полной замены основного и вспомогательного оборудования, такого как силовые трансформаторы, трансформаторы-передатчики 35 на 6 кВт комплектные распределительные аппараты, масляные тумблеры, размыкатели линии электропередачи на территории станции были осуществлены в рамках второй части проекта. Следует отметить, что по причине ветхости и износа электромеханического и гидромеханического оборудования, средняя мощность станции до начала реализации проекта составляла 160 МВт. В результате реализации проекта восстановления гидроэлектростанции «Сарбант» проектная мощность станции с 240 МВт была доведена до 270 МВт, а уровень обслуживания на станции, производства и обеспечения электроэнергии был заметно поднят. Главу государства, уважаемого Эмамали Рахмона, проинформировали, что посредством реконструированных гидроагрегатов до 22 апреля 2022 года гидроэлектростанция произвела 3 млрд 132 млн 724 506 кВт-ч. электроэнергии. В настоящее время на гидроэлектростанции «Сарбант» трудятся 162 работника, в том числе 25 женщин, а инженерно-технический состав насчитывает 75 человек. В целях обеспечения безопасности и надежного использования гидроэлектростанции в Соединительном канале осуществляются берегоукрепительные работы. Планируются работы по заливке бетона с уровня 455 до 460,5 метра в объеме 1800 кубических метров длиной 90 метров. На данный момент объем выполненных работ в этом направлении составляет 5%. Работы по бетонированию выполнены в объеме 1215 кубических метров. В течение годов независимости с целью осуществления созидательных планов программ правительства Республики Таджикистан под руководством лидера нации уважаемого Эмамали Рахмона для достижения полной энергетической независимости, рационального и эффективного использования гидроэнергетических ресурсов страны были начаты строительство и реконструкция больших и малых гидроэлектростанций, проведены высоковольтные линии электропередачи, созданы электрические подстанции. Все эти созидательные инициативы президента Республики Таджикистан направлены на развитие сфер национальной экономики страны и таким образом на обеспечение достойной жизни таджикского народа и большее процветание независимого Таджикистана.